В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля с погоды. В Черкесске без осадков температура ночью 1 градус ниже нуля, а днем до плюс 12. Проблему репродуктивного здоровья обсудили с молодежью в перинатальном центре Черкесском. Профилактическая работа проводится в рамках недели ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Какие цели легли в основу мероприятий, расскажет Альбина Ламкова. Не зря охрана репродуктивного здоровья была определена Всемирной организацией здравоохранения как приоритетное направление. Это составная часть общего здоровья человека, основанного на физических, социальных и духовных аспектах. Кроме того, оно напрямую связано с демографией. Ответственное отношение к репродуктивному здоровью, повышение медицинской грамотности, информированности населения о факторах риска и о факторах, способствующих здоровью, здоровой беременности, значимости ЗОЖ – вот главные направления профилактической работы в эти дни. Сказала руководитель Центра планирования семьи Республиканского перинатального центра Руфина Байчорова. С этой целью специалистами перинатального центра проводится ряд образовательных мероприятий для молодежи, которые направлены на формирование сознательного отношения к своему репродуктивному здоровью, к ответственному родительству, к здоровой беременности у молодежи. Для этого проводятся лекции в формате личных встреч, это и видеолекции, и видеоматериалы, и инфографика. Для лекции мы выбрали студентов среднеспециальных высших учебных заведений, потому что именно они наше будущее, отметила Руфина Байчорова. Важно знать, что состояние репродуктивного здоровья во многом определяется образом жизни человека, а также ответственным отношением к половой жизни. В свою очередь, все это влияет на стабильность семейных отношений и общее самочувствие человека. Основы репродуктивного здоровья закладываются в детском и юношеском возрасте. Поэтому работа с подростками и молодежью в области полового образования на сегодняшний день является одним из актуальных направлений. Лекция мне очень понравилась, очень пояснительная. К тому, что я понял вся эта нагрузка, что идет при заводе семьи и при воспитании ребенка. Если я, как молодой отец, не смогу воспитать ребенка и содержать его, это будет очень плохо. Главное, чтобы он родился здоровым. Чтобы ребенок родился здоровым, нужно хорошо заботиться о себе. Чтобы родители были в хорошем состоянии, чувствовали себя отлично, с хорошим организмом. Тогда ребенок появится очень здоровым и не надо будет постоянно заботиться о его здоровье. Чтобы не столкнуться с такими проблемами в зрелом возрасте, надо заниматься профилактикой с детства. Если девочек осматривают гинекологи, то мальчиков должны консультировать андрологи, причем еще в начальных классах, и выявлять основные патологии. Узнали из лекции студенты. В будущем я хочу завести семью. Обязательно у меня будут дети. Но для того, чтобы родить детей, нужно хорошее здоровье, как эмоциональное и, в принципе, физическое здоровье, как и у матери, так и у отца. Чтобы было здоровье, обязательно надо обследоваться. Ничего не употреблять из запрещенных каких-то вредящих здоровью веществ. Если внимательно изучить рекомендации, то в них нет ничего невыполнимого, отмечает специалист. Просто нужно вести здоровый образ жизни, укреплять свой иммунитет, стараться правильно питаться и не употреблять продукты, которые вредят здоровью. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Чекесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на ногайском языке, затем также программы «Ногайская редакция» в 14.30. «Вести» Карачаево, Черкесия, Салой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Карачаево, Черкесия, Салой Динаевой.